Ну что, как обещал Аталанта Байер, снегопад усиливается и зима, не хочет покидать мой регион, как и, наверное, футбол, не хочет покидать Россию, даже несмотря на санкции. Аталанта Байер, наверное, центральный матч сегодняшнего дня, матч с многими неизвестными и матч, который будет приковывать большое внимание в Европе. С одной стороны, Аталанта, где играет два игрока, чьи страны ведут военные дети, это Малиновский и Миранчук, а с другой стороны Байер, который, по моим данным, сегодня не смогут рассчитывать на Дамирбае и Бельгераби. Это основные люди, которые приносят львиную долю успеха в команде, плюс еще Патрик Шик и чем удивит Хирада Сеоне, непонятно. Он умеет, а задачу соперника это было в матче, например, с Дортмундом, где они просто уничтожили команду Марка Роза. Они играли вторым номером в матче с Баварией, и Бавария ничем не смогла ответить вот такой вот маневренности, даже несмотря на то, что команда Нигельсмана более сильнее и более подкована. Чем удивит Аталанта, сказать сложно, но Аталанта фаворит этого матча. Там, конечно, тоже есть свои проблемы. Естественно, Пашалич в последней игре в виде центра Форварда, это, конечно, хорошо и интересно, но сработает ли это все в матче против вот такого Байера. Не стоит забывать, что в феврале два поражения дома от Калерии и Фиорентины не могут быть какими-то случайными. Это показывает то, что Гасперини пока не умеет играть тем, что есть, и как-то варьировать тактику по ходу игры. Тем не менее, Аталанта является фаворитом. Я считаю, что в этой игре можно ждать следующее. Один из таймов должна выигрывать Аталанта, это неважно, первый либо второй тайм. Ну и, конечно, у главных хозяев пять с половиной больше для меня видится самым классным вариантом. Это был Кимран Лайфен 4К. Подписывайся на нас, пиши свое мнение. Мы делимся своими рассуждениями с вами и не являемся каким-то каперским проектом. Не болей и пусть на твоей улице будет солнце. Пока, увидимся в субботу, если доживем, конечно.